Здравствуйте, уважаемые подписчики интернет-портала xget.ru, братья и сестры. Мы продолжаем с вами наш цикл лекций бесед, новые религиозные движения. И в прошлом раз мы с вами рассмотрели раскол 1054 года, видели его последствия. И вот все то анабаптистское движение, которое учинило в полном смысле этого слова войну в центре Европы. Так называемая крестьянская война 30-летняя, где было по самым скромным почтожим, как мы видели, уничтожено 8 миллионов человек. И когда уже терпение закончилось, и люди здравые умы в Европе все это видели, а причиной того, что это все началось, было свое личное понимание о Священном Писании так, как нам хочется, и вся эта компания, скажем так, она поехала в Америку. То есть слово «набаптист» в центре Европы было равносильно слову «террорист». И действительно так оно и было. И когда анабаптистское движение, ее последователи и другие так называемые колонизаторы из Европы приезжают в Америку, то там, в общем-то, они занимаются тем же самым. И там возникают различные деноминации, некоторые из которых мы с вами сегодня рассмотрим, такие как мормоны, такие как адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы. И особенно остановимся на харизматическом движении, неопендесятничестве, которое сегодня достаточно активно не только в Соединенных Штатах, но и в России, и главной целью и задачей давно еще, еще с прошлого века, 60-х годов, они ставят главную свою задачу, это проникновение в традиционной религии. И, как они говорят об этом в своих документах, взорвать их изнутри духом святым. То есть они считают, что они делают такое некое благородное дело, заблуждаясь в вопросах понимания крещения Святым Духом, они хотят по-своему всех крестить Духом Святым в их понимании. Миссия Церкви не ставит перед собой задачу такого физического или юридического уничтожения тех или иных протестантских и сектантских направлений. Миссия Церкви — это предупредить людей о возможности, нежелательности отпадения от Церкви в ту или иную секту, либо, если человек уже в нее попал, то помочь ему из нее выйти. Поэтому, когда мы с вами говорим о тех или иных религиозных образованиях, это не значит, что мы стремимся как-то их упрекнуть или каким-то образом привлечь к какой-то уголовной ответственности. Это не дело Церкви, это дело правоохранительных органов. Если они видят нарушения, которые есть в том или ином обществе, будет религиозное общество или светское, пусть они занимаются своим делом. Наше дело — это дело Церкви, дело миссии Церкви, дело апологетики Церкви, предупредить, как я уже сказал, и по возможности дотянуться до сердец людей, которые отпали в ту или иную конфессию, на протестантского характера, чтобы, если они были ранее крещены в православии, вернуться им в лоно Матери Церкви. Апостол в своем соборном послании пишет об этом следующее, 5 глава, 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Мы видим, что здесь в своем соборном послании апостол Яков говорит о том, что всякий человек, который уклонится от истины, то есть отпадет от Церкви, если кто его обратит, то покроет множество грехов. Мы знаем, что в православном молитвословии есть молитва, если он не сокращенный, есть молитва, которая предписывает нам молиться за людей, отпавшим от Церкви или находившихся в тех или иных заблуждениях, религиозных заблуждениях. Она звучит так. «Погибельный ересьмя ослепленный, светом твоего познания просвети, и святой твоей соборной апостольской Церкви причти». Также, кроме древних правил, которые опровергали новоцианство, когда новоциан сказал о том, что не надо принимать людей, потому что были гонения в начале истории христианства, которые отпали по свою малодушию, но Церковь соборно выразила мнение о том, что необходимость человека каяться, его пройдя определенные эпидемии, человек должен быть воссоединен с Церковью. Архиерейский собор Русской Православной Церкви 1994 года в псевдохристианских сектах в пункте 13-14 пишет о том, что всякий человек, который увлекается различными новопротестантскими, там сверх все перечислено до 13-го пункта, или оккультными религиозными организациями, отлучил себя, 13-й пункт, можете прочитать, найти, отлучил себя от единства с Церковью, или человек, который занимался распространением информации такого характера, псевдохристианского характера. И далее в следующем пункте говорится, что нужно, и в общем-то выражено фактически словами Светлян Златоуста, еретический догмат, обличать, самих же людей всячески щадить. Итак, мы говорили, что в той или иной мере религия, она формирует менталитет человека, менталитет общества, и об этом достаточно подробно было рассказано в предыдущей нашей встрече. Сегодня я хотел бы лишь обозначить несколько, как я уже сказал в самом начале, тех религиозных тенденций, которые были в Америке, и что тогда формировало, так скажем, менталитет Америки. В самом начале, когда туда переместились так называемые неопротестанты, рационалисты, отколовшиеся, в общем-то, уже от протестантского движения, Лютера, Кальвина и англиканства, то там, привнеся в свой рационализм, который совершенно выхолачивал всю тайну о Боге и в Боге, все они сказали, можно, в принципе, изучая Библию, все понять. Была даже такая целая организация, неопротестантская, как методисты. Их в шутку даже между собой звали другие неопротестанты, книжной молью. Они настолько вгрызались в текст священного писания в букву, что, в общем-то, уничтожали сам смысл буквы. Очень такое меткое замечание, да, книжная моль. То есть съедали и сам смысл. И на фоне этого рационализма Америку просто захлестнула волна спиритизма. Вот у нас была одна из лекций «Теософия», где мы видели, что в 1875 году в Блаватском было создано «Теософское общество» и целью, которые три пункта, один из них целью, которая наставит создание общества, собрать все эти разрозненные спиритические организации. Их действительно было тысячи, этих клубов. Вся Америка была покрыта, по сути, спиритизмом, вызыванием духов, общением с потусторонним миром. Как я уже сказал, все это был результат того протестантизма, который туда пришел рациональный, не хватало здорового мистицизма, и на подмену здорового мистицизма был предложен именно спиритизм и впоследствии оккультизм. Там развивались такие организации, как, например, «Мормоны». В 1871 они называют себя официально «Церковь святых Иисуса Христа последних дней». Тогда в Америке многие люди увлекались кладоискательством, то есть используя при этом различные оккультные приемы, например, лозу, с которой ходили и искали золото. И вот до того, как создать свою религиозную организацию «Церковь Иисуса Христа святых последних дней», как они себя называют, то есть «Мормоны», Джозеф Смит, он занимался также своим отцом кладоискательством, но в какой-то период, видя всю пестроту различных сектантских образований, которые были в Америке, он, как описано в их истории, помолился Богу и спросил, какая религия самая правильная. И получил ответ. Ему причем явилось, как сказано, «явились Бог-отец, Бог-сын», и дали ответ о том, что никакая из них неправильная, нужно создавать свою. И он начал создавать свою, объявил себя пророком, сказал о том, что он нашел золотые свитки на какой-то там горе и сказал о том, что в этих золотых свитках написано следующее, что в IV веке до Рождества Христова, описывается история IV века до Рождества Христова, и из памятника, извиняюсь, где-то до примерно тоже середины III века, IV по Рождеству Христову, о том, что якобы в ветхозаветные времена колено Лаиданово, о котором сказано в книге про Липоменон, они целое племя перекочевали, как-то переплыли туда из Израиля до Америки, еще до Рождества Христова в IV веке. И, в общем-то, это были первые люди, которые стали населять Соединенные Штаты, колено Лаиданово. Там у Лаиданова было два брата, младший и старший, и вот младший ратовал за то, чтобы исполнять закон, старший говорил о том, отклонялся от исполнения закона, и в дальнейшем была между ними война, и вот младший, да, самый там, получается, что там внук, наверное, так, его звали Мормон, и он записал и сохранил вот эти все важные пророчества, и закопал их в этой горе, и вот якобы Смиту было указано, где находятся эти свитки, на золотых листах, и он их нашел, и расшифровывал ему, были даны очки, такие, как у Рим и Тумим, это ветхозаветные камни были, у первосвященника, и с помощью этих очков там он положил эти свитки у себя в комнате, под сундук, залазил в сундук под кровать, залазил туда, читал, а там три или пять человек, его сподвижников, которые поверили в это, они это все записывали, но если мы действительно таким образом создавались книга Мормона, которая считается у Мормонов как последнее откровение, но когда мы читаем эту книгу, то совершенно очевидно, что процентов на 80, она очень похожа на изложение перевода короля Якова, который был сделан в 16 веке, и далее в их учении ему якобы, как он говорит, Бог объявил, кто такой человек, и кто такой Бог, Бог это развитый человек, то есть когда-то Бог был таким же, как и человек, из плоти от крови, но развился в Бога, и стал Богом вездесущим, поэтому задача каждого Мормона, это в этой жизни стать, действительно развиться в Бога, и дальше создать свою планету, и управлять на этими вселенными, так называемыми, которые он создаст. Следующее, что еще есть в этом учении, это то, что Мормона учат о так называемой множественной супруге, что это означает, то есть в начале истории мормонизма, потом они правда от этого отреклись, но как говорили некоторые люди, с которыми я общался, которые вышли из мормонизма, присоединения к православию, что это в общем-то тайно, но до сих пор практикуется, что это значит, множественная супруга, это значит многоженство, за это в общем-то Смитта и расстреляла разъяренная толпа, когда однажды он написал статью, да, против них, против мормонов написали статью, такую негативную, они сожгли какую-то там типографию, их или киосок газетный, что-то такое, их посадили за этот, его и его сподвижников в тюрьму, но пока он сидел в тюрьме, там некие девушки, среди них были малолетние, они рассказали о том, что их склоняли в общем-то к таким вот близким отношениям, и тогда эти разъяренные отцы ворвались в тюрьму, в общем-то расстреляли Смита и его сподвижников, но у мормонов это все преподается, как якобы Смит пострадал за вот такую правду, но с их точки зрения может быть и за правду, потому что он считал, что полигамия, это в общем-то дело совершенно нормальное, здесь у них была вера, у него было до 20 примерно жен, и они считали, что души, зачем полигамия, потому что есть души людей, они верили здесь в неоплатонизм, что души людей, предстоитование души, что душа, она где-то якобы находится и томится, чтобы вселиться в плоть, и поэтому нужно было больше производить детей в эту жизнь, чтобы души там не томились долго, да, и побыстрее находили плоть, в которую можно вселиться. Так именно это рассматривалось, ими. Такие, я не буду рассматривать именно все такие заблуждения мормонизма, скажу только о некоторых, потому что наша задача сегодняшней встречи это рассмотреть некий такой, как я уже сказал, религиозный фон, который был тогда в Америке, и в большей мере мы рассмотрим именно харизматическое движение. Следующий, пожалуй, такой активный, очень религиозным направлением движение можно назвать адвентизм. Но некоторые путают адвентист седьмого дня, и адвентизм это немного разные вещи, хотя они друг друга объединяют, потому что адвентизм, он начинался как надконфессиональное движение, его предводителем был Улья Мирлер, отставной военный, в чине невысокого звания офицера, который воевал в войне в Америке между югом и севером, и вот он был баптистским проповедником, и даже пастором, и он после войны закрылся на ранче своего дедушки, и стал самостоятельно изучать Священное Писание. Снова-снова повторю, такой вот индивидуальный подход без благодати Святого Духа, без Церкви, игнорируя опыт истолкования Священного Писания, многотысячный опыт отцов и учителей Церкви, он всегда приводит к помутнению рассудка, что и произошло и с Миллером. Он начал читать книгу про Каданиила, особенное на внимание он начал, уделил в 8 главе 14 стиху, где сказано о том, что пройдет 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Также он изучал книгу Откровения, и вот Улья Миллер стал говорить о том, что вот 2300 вечеров и утр, это 2300 лет. Он совершенно берет, произвольно берет почему-то дни, о которых говорит вечеров и утр, это в общем-то сутки. Такую параллель мы наблюдаем, когда читаем книгу Бытие, где говорится о творении. Помните, что вначале створил Бог небо и землю, земля была безвидной и пуста, створил Бог свет, и потом далее говорится, когда о днях творения, говорится о том, был день и было утро, день один, был вечер, был вечер вернее, и было утро, день второй, день третий. Если мы с вами посмотрим книгу Септаагин, то перевод на греческий язык Ветхого Завета за 200 лет до Ждества Христова, мы там встретим то же самое словосочетание хомера каэспера, как это звучит на греческом, то же самое, что и в пророке Даниила 2300 вечеров и утр, то есть это явно дни. Когда пророк Даниил хотел сказать о периодах, что это не дни, например, а года, то он прибегал совсем к другой, чтобы не было путаницы, в пророчествах, прибегал совсем к другому словосочетанию, семь седьмин до Христа Владыки, или пол седьмин, это значит три с половиной года, но здесь явно говорилось о днях. Но Миллер берет это день за год и говорит, что через 2300 лет придет Христос. Ему только необходимо и будет конец света. Ему только необходимо было найти точку отчета, откуда считать 2300 лет. Он произвольно берет один из указов царя Артаксеркса 457 год до Рождества Христова 2300 отнимает 457 и получает 1843 год. Все свои предсказания начал в 1830 годах и сказал, вот осталось совсем немного времени, придет Христос, будет второе пришествие и будет кончина века. Но на самом деле это было лжепророчество Миллера, естественно, потому что это событие 2300 вечерах и утр оно уже исполнилось. Где и когда? Об этом пишет преподобный Ефрем Сирин и не только он. Преподобный Ефрем Сирин пишет о том, что 2300 вечеров и утр это 6,5 лет по иудейскому календарю. Это событие исполнилось в 169 в 164 в 169 годах до Рождества Христова, когда Антиох Епифан, который дал указ о разрушении Иерусалимского храма, когда он возвращался из очередного своего похода, то, как сказано, он ни с того ни с сего упал с коня и умер. И с этого момента началось восстановление Иерусалимского храма. прошло 6,5 лет согласно иудейскому календарю, в котором бывает 28 дней лунный календарь. И это пророчество уже исполнилось. Видимо, он проигнорировал это, незнакомый с статическим преданиям, понятно. И вот он говорит, что это лет, почему-то может быть он думает, что, как сказано апостолу Петра, у Бога один день как тысячи лет, а тысячи лет как один день. Почему-то не за тысячу он берет один день, а за один год. Тут произвольная интерпретация. Вы не поверите. Вот почитайте, может почитать, например, Марка Твена. Марк Твен описывает, он был очевидцем этих событий, он описывает, как это все происходило, говорят, люди, они бросали учебные заведения, не сеяли поля, а зачем сеять, жать, предались полностью по разглашению этой вести, жили вот на подаянии иногда своих родственников, а зачем что-то делать, если действительно вот конец света. Надо сказать, что тогда Америка в середине 19 века переживала очень серьезные экономические потрясения в связи с этими всеми такими эсхатологическими настроениями, то одни, то другие, как мы видим в дальнейшем предсказывали конец света и говорили о какой-то или мормонах, о которых мы говорили, сейчас вспомнил, что они вообще сказали о том, что Христос им явился еще и в новом свете, то есть Христос явился в Америке, избрал себе апостолов, точно так же, как он сделал это в Юрсалиме, и поэтому вся надежда на Америку, и вот там истинный апостолат, и мы должны, в общем-то, учиться у них, да, они еще и задним числом крест своих умерших, людей приобщают к армонизму, к мормонизму, в Сойлт-Лейк-Сити есть огромное пятиэтажное здание, или трех- или пятиэтажное здание, где, в общем-то, есть такой шпиль огромный, где мормон, сам Смит, стоит на высоте, с вытянутой рукой, нечто похожее на то, что вот Ленин, у нас вот примерно такая скульптура, ну, это просто по ходу я что-то еще вспомнил о мормонизме, и он говорит, 2300 вечеров и утро, и святилище очистится, вот, 1843 год, люди выходят в белых одеждах, а да, ему сказали, никто не знает ни дня, ни часа, и тогда он проявил здесь книжную моль, он сказал, ни дня, ни часа не знает, когда придется на человеческий, но год и месяц предсказать можно, то есть, такие лукавые заявления, но в конечном итоге его последователи вынудили и предсказать и месяц, и день, 21 марта, они одели все в белые одежды, выходят на эту гору, побросали все, раздарили все, раздали, 12 часов, вот Марк Твен описывает, какая-то звезда покатилась, там какой-то метеорит, они завыли, пишут, это Марк Твен, слова немаи, как гиены, думали, что ну вот уже, и говорите, Господи Иисусе, опять какой-то метеорит, опять толпа, два, три часа ночи, пять, и Христос не пришел, и было такое разочарование, но хотя Миллер еще заранее предупреждал о том, что может быть он на год ошибается, плюс-минус, ну плюс, да, в связи с законами Юлианского или Юлианского календаря, он по-своему тоже рассудил, может быть ошибся, и вот волна, он назначает вторую дату, в 1944, волна набирает еще больше оборотов, звучит проповедь, это работают с печатной станки, все четко доказывается, книга пророка Даниила, там все схематически выводится, что вот точно, это точная дата, в 1944 году все повторяется то же самое, но Христос опять не приходит, и этот день в адвентизме называется День Великого Разочарования, но этим все не закончилось, у него был сподвижник, некий Сноу, который ходил по неубранному кукурузному полю, некоторые в шутку это называют кукурузное откровение, и начал читать 25 главу, 25 главу Евангелия от Матфея, это глава, которая следует, естественно, за 24 главой Евангелия от Матфея, 24 глава, она очень эскатологична, там именно спрашивают ученики у Христа, какой признак пришествия твоего, и они также уделяли ему огромное внимание, что Христос говорит, яйца лжехриста пророк, который дадут великий знамя и прочее, и здесь он, прочитав всю 24, думает, где же, что же он так уверовал, что Христос должен прийти, и тогда он читает 25 главу, а в 25 главе говорится о 10 девах неразумных и 10 девах разумных, и там сказано, что как Христос замедлил, он обратил на это внимание, то раздался полночный крик, и у них есть даже целая концепция, полночный крик, и он рассудил, если год, если сутки, это год, то значит, если полночный, значит полсуток, и на полгода, значит, замедлил, и они назначают третью дату, отчитывая полгода от 1044 года, но мы понимаем, что и этого не произошло, Христос не пришел, и здесь на арене появляется Елена Вайт, молодая девушка из методистской общины, 17-летняя, с черепомозговой травмой, в детстве там не были проблемы со здоровьем, и она говорит о том, что Миллер не ошибся, она обладала, видимо, какими-то медиум способностями, хотя в своих книгах, например, таких, как «Великая борьба», она везде опровергает спиритизм и против него, но это иногда человек, да, бывает так, что дьявол тоже, скажем, цитировал 90-й псалом, когда искушал спасителя, она берет Библию и держит ее, она там, более 10 килограмм весом, держит ее на вытянутой руке, у них даже есть такая брошюра, называется «Дар пророчества», и указывает те тексты, и говорит о том, самое главное, что она утверждает, что Миллер не ошибся, и она говорит о том, что ошибка Миллера была в том, она поддерживает, она сама была сторонницей этого движения, ошибка Миллера была в том, что Христос должен прийти не на землю, а он вошел там, вы святая святых, то есть там, на небе, он вошел туда, на небо, он там пришел, в небесный храм, проверить это никто не может, тем, кому вообще захотелось поверить, они поверили, таким образом образовалось целое движение, которое сегодня есть и в Америке, и в России, и по всему миру, адвентисты седьмого дня, почему седьмого дня, центральная доктрина, да, Елена Вайд считается их пророком, все слова ее считаются пророком, она говорит о том, что Христос брал ее на небо, водил ее там по райским садам за ручку, и показал ей, что все нарушили, отступили от Бога тем, что перестали соблюдать субботу, и они говорят, что надо соблюдать субботу, а воскресный день совершенно игнорируют в своей жизни, но в чем здесь проблема адвентизма в субботним днем, дело в том, что они не могут разделить события, которые были до воскресения Христа, записанного в Евангелии, и после воскресения, они часто приводят, вот оставались в субботу, в покое, там Мария Магдалина также остались в покое в день субботний и прочие вещи, но нужно помнить о том, что суббота – это памятник творения, православные тоже почитают субботу, мы чтим день субботний, потому что даже в первом пункте символа веры, мы поем веру в единого Бога Отца, Вседержителя Творца, мы знаем, по какой причине был дан день субботний, чтобы люди поняли, что мир не произошел случайно, а что Творец этого мира и Вседержителя – это Господь, вся вся Троица, и сама даже заповедь говорит, помни день субботний, чтобы святить его, не делая в этот день ничего, ни сын твой, ни раб твой, и далее сказано, почему, потому что в шесть дней Господь сотворил небо и землю, а в день седьмой плачел, все правильно, все правильно, но адвентисты говорят о том, что якобы в священном писании субботним днем не написано ничего, и это неправда. Если мы посмотрим о событиях, которые есть по воскресению Христову, то в Деянии апостолов, 20 глава, 7 стих, мы увидим следующие слова, сказано о том, что в первый день недели они единодушно собирались в храме для преломления, единодушно собирались для преломления хлеба, чтобы не выйти голословно, никто нас не на него уличил, в неправде, можно открыть этот текст, пожалуйста, глава 20, 7 стих, в первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба, преломления хлеба, это стопор образ Евхаристии, и Господь Иисус Христос являлся после своего воскресения в первый день недели, кому? Апостолом, потом сказано, что в прошедшем нескольких дней он уявился апостол Фомы, поэтому здесь полная несостоятельность в почитании этого дня и во всех этих эстетологических настроениях, которые были, и что я хочу сказать, дело в том, что адвентисты 7 дня современные, они все-таки втащили в свою лжедоктрину о 2300 вечеров и утро, в сегодняшние, их 28 пунктов, которые есть у них. Ким образом? Ну, Эллен Вайт сказал, что, в общем-то, Миллер не ошибся, якобы, на самом деле, ошибка Миллера была не в том, куда Христос придет, а вообще в 2300 вечеров и утр, напоминаю, ХМР, КСПР, то есть, был вечер, и было утро, день один, тогда адвентистам придется отречься, а адвентисты верят в шестоднев, что очень близко к православию, к православному пониманию этого вопроса, они верят в буквальные сутки творения, да, и поэтому тогда придется отречься от этого, потому что там используется то же самое слово сочетание, был вечер, было утро, день один, таким образом, того человека, который не читает за пророка, она втаскивает ложное понимание, которое сегодня исповедуется адвентистами, есть над чем задуматься, людям, которые находятся в этой организации. Следующая волна, которая была в Америке, это свидетели Иеговы, свидетели Иеговы также начали с того же, с чего и адвентисты начали предсказывать конец света, Армагеддон. Адвентисты, свидетели Иеговы, они опередили в этом вопросе адвентистов, они пять раз назначали конец света. Эта организация была создана Чарльзом Расселом в 1780 году, когда он собрал библейский такой кружок, они начали самостоятельно изучать Библию, и что интересно, вот в их журналах, которые они распространяют под названием «Стражевая башня и пробудись», в одном из журналов сказано о том, что они собрали шесть человек, и вдруг они поняли, что Христос это не Бога-человек, что Он был распят не на кресте, а на столбе, что Бога нужно называть только по имени Иегова, ну и прочие-прочие заблуждения. Рассел написал даже шесть книг, которые называются «Исследования Писания». И вот в шестом томе «Шесть томов» сказано о том, кто читает Библию, тот находится во свете, а кто читает Библию, но не читает мои шесть томов, тот находится во тьме. То есть, это противоречит вообще концепции всех так называемых псевдо-христиан, библейской ориентации, где, в общем-то, в углового угла ставится как критерий столкования это Библия и только Библия, что они унаследовали от Соло-скриптура с периода Реформации, хотя уже к самой Реформации и к протестантам ни адвентисты, ни мормоны, и мормонизм вообще, как мы видели, в общем-то, язычество, если когда-то Бог был человеком и развился, да, человек, развился до состояния Бога, то, ну, о чем здесь, может быть, дальше речь? Вообще, они говорят, мормон, еще, так что, вспоминаю, о Святом Духе, что такое Святой Дух, они говорят, что это жидкость, разлитая там в сущности человека, ну, такие вот кощунственные высказания об этом там, язычество, как Церковь Суд Христа Святых последних дней, так и Адвентист 7-го дня, так и Свидетели Игова, так и Харизматы, о которых также будет сказано, никакого отношения к протестантам они уже не имеют, как хронологически, так и в общем, доктринально. И их в полном смысле слово нужно называть неопротестантами, то есть, это уже новые деминации, приверженцы Священного Писания, но толкующие, искажающие ее основы порой до неузнаваемости. Итак, Свидетели Игова, Чарльз Рассел, вторым его преемником был Рутерфорд, который был хорошим в общем-то оратором и так приподнял организацию, сделал жесткую вертикаль власти, его последователи ходили по домам, если сейчас они ходят с журналами, то тогда они ходили с граммофонами, записывали на пластинку его речь, стучались дома, говорили, хотите послушать граммофон, но для многих людей это было не видо, не у каждого дома был граммофон, и поэтому они улавливали людей на эту удочку, посмотреть это чудо, как-то из трубы там звук идет, но и здесь же ставили пластинки Рутерфорд. Рутерфорд, как я сказал, устроив вертикаль власти, сказал еще о том, что он предсказал еще одну дату, 1942 год, правда, до нее, по-моему, так и не дожил, конца света, последняя дата была 1975 год, Армагеддона, конец света, если адвентисты сказали о том, что Христос вошел там во святая святых, то свидетели Иеговы выкрутились из этой ситуации следующим образом, они сказали, что надо слово пришествие читать не пришествие, а присутствие, и поэтому Христос просто 1914 год теперь присутствует, ну и он возобновляет в дальнейшем свое присутствие, поэтому вы просто неправильно поняли, не пришествие, а присутствие, но представьте, что происходит с человеком, когда им говорят о том, что завтра конец света, это все равно, что на вокзале собрать людей, сказать, вот сейчас пойдет курьерский поезд, у вас одна минута, у вас тысяча человек, а вагон один, надо всем попасть, представляете, в каком напряжении, безблагодатном, в общем-то, напряжении держатся люди, отсюда религиозная паника, и прочие такие вот духовные расстройства, и так, он также сказал, также манипулировал своими последователями, говорил о том, что скоро должны прийти три патриарха, Авраам и Сакаяков, и они придут и будут проповедовать здесь, в Америке, люди поверили, и он сказал, ну, раз эти придут три патриарха, Авраам и Сакаяков, для них нужно, где-то они же будут жить, не будут же они жить там в какой-то квартире, там неудобно, давайте построим загородный дом, начали строить загородный дом, он говорит, ну что, одноэтажный, их же трое, надо три этажа, каждому по этажу, это же все-таки серьезные люди, ветхозаветные патриархи, собрали средства, построили трехэтажный дом, тогда он сказал, ну, они же придут в ветхозаветных одеждах, ну, не будут же они по Америке ходить пугать людей в ветхозаветных одеждах, там, в материях обернутые, поэтому нужно для них купить, наверное, костюмы пошить, начали шить костюмы, каждому по 50, ну, почему-то шили по лекалам Роттера Форда, ну, потом он сказал, что, ну, не будешь они пешком ходить, Америка большая, пешком не обойдешь, надо купить автомобили, замечу, это 1800, да, 1800, начало 20 века, когда, снова-снова повторю, Америка только-только начинала набирать обороты, и были еще экономические потрясения серьезные, в связи с этими всеми эскатологическими, также, только некоторые, сейчас о некоторых только рассказываю, понятно, что нельзя рассказать о всех в нашем формате, поэтому, купили три автомобиля, да, хороших, Моро, Русс, Ройс, там, и прочие, самые дорогие, год, второй, третий, не приходят, Абрам Сакайаков, ну, пока Роттер Форд жил сам, сам носил эти пижаки, костюмы, и разъезжал на этих трех автомобилях, потом лет пять уже прошло, он сказал, что они передумали, что они не придут, ну, ничего, но скандал поднялся, и поэтому нужно было по-быстрому все это продавать, все продал, он сказал, что все деньги отправил там на типографию, таких скандальных историй было много, связано с Роттер Фордом, там была и благосостоянная пшеница, которую он там продавал в 10 раз дороже, сказал, что будут сходы, люди купили, посеяли, сходов не было, и прочее, прочее, там связанные суды были с ним, ну, это все такая, его жизнь, после этих двух, Рассела и Роттер Форда, таких ярких представителей уже свидетелей Гоу не было, все в основном были такие, в большей мере, администраторы, какое главное, центральное заблуждение, их много заблуждений, бессмертия души, переливания крови, и распятие Христа на столбе, как они говорят, но и вопросы тринитологии, искажения учения Святой Троицы, и свой перевод, у них есть перевод Нового Мира, где искажаются все основы, в общем-то, христианства, и христианами их назвать очень сложно, да и невозможно, многие скажут, может быть, о них можно было бы не говорить, потому что их деятельность, как на территории России, ограничена, но надо сказать о том, что, несмотря на ограниченность, они, например, сказаны в документе, в законе, что запрещено распространение журнал «Сторожевая башня» и «Пробудись», они название убрали «Сторожевая башня» и «Пробудись», а начинка та же, журнал распространяется. Некоторые могут сказать, на улице их не видно, но не знаю, как, вот в Москве многие мои миссионеры встречают, полемизируют, все равно они выходят на улицу, но в просторах, на просторах интернета они действуют, что называется, в полный рост. Также я знаю, что у них есть только в Москве, это вот по моим сведениям, насколько я знаю, есть подпольный семинарий, где они достают своих адептов, и, как выразился, у меня было такое короткое общение с одним из них, с одним из лидеров этой организации, что у нас теперь зато лишних людей нет, все то, что надо, поэтому чуть ослабнеть какое-нибудь законодательство, они высыпут на улице, и в этом смысле все-таки православным миссионерам и пастырям необходимо, нужно быть готовыми к этому и к такому повороту событий. Что касается вопроса христологии, ну, пожалуй, приведу только один пример. Они говорят о том, что имя Бога это только Иегова, и что Бога нужно называть только по имени Иегова, иначе Бог не слышит. Предположим, что пусть это будет так, но надо сразу заметить, что у Бога есть несколько имен, Адонай, Шадай, Элохим, Яхве, Саваоф, все зависит от того, каждое имя Бога имеет свое значение, и зависит от того, с каким именем Бог является, то, значит, люди должны как бы открыть уши своего сердца, какая будет информация. Если, например, Бог явился именем Саваоф, то, значит, люди забыли о том, что Бога надо прославлять, потому что это и слава Божия, и Аллахим, люди забыли, что Бог творец, и Он милостивый. Или, например, Адонай, люди забыли о том, что Бог это Господин, и стали больше надеяться на князь, на сына человеческого, в которых нет спасения. То есть, пророк как бы сразу понимал, о чем сейчас будет речь. И вот, когда пророк Божий Моисею является Господь и возлагает на его миссию вывести народ израильский из 430-летнего рабства из Египта, то пророк Божий Моисей в 3 главе 14 стихе книги Исход спрашивает у него, а с каким именем я к ним приду? Почему это так было важно? Для семито это было очень важно. То есть, если имя, как я сказал, каждое имя имеет свое значение, то если бы он называет имя Бога, то люди сразу приготавливаются слушать, что да, если Саваоф, то забыли прославить. И здесь впервые Бог открывается с именем и Егова. Имя Я Есмь тот, кто Я Есмь. Имя Егова переводится как Я Есмь сущий. То есть, другими словами, нет Бога, кроме меня. Поэтому для народа израильского, находящегося в Египте, это было очень важно, потому что там было множество богов, там и Нилу поклонялись, и священно животным, как кошкам, и жабам, и прочим-прочим. В общем, все перечислено в десяти казнях египетских. Чем они грешили, тем они и наказывались. И вот это имя открывается. Я Есмь тот, кто Я Есмь. То есть, Я Бог Вездесущий. И мы можем себе задаться вопросом. Если Господь Иисус Христос не был Бога-человеком, и как свидетель Говорят, что Он был сотворен прежде всякой твари, по сути, здесь есть элемент такой арианской ереси, которая была опровергнута еще в четвертом веке по Рождеству Христова, по сути, они говорят, что Христос, Он творение Божие, сотворен прежде всякой твари, и у них есть такая книга, которая называется «Самый честный человек». И они пишут о Иисусе Христе, что Он самый честный человек на земле. И тогда нужно задаться вопросом, а называл ли себя Господь Иисус Христос и Еговой? Если называл, то тогда значит, Он Бог, а если не называл, значит, можно согласиться с свидетелем и Еговой, что Он поэтому именно в этих рамках, что Он действительно просто сотворен. То, что Христос называл себя Богом, об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 18 глава, можно прям с первого стиха. Здесь рассказывают события о том, как Господь Иисус Христос в 17 главе молился в Гессиманском саду, и вот выйдя из Гессиманского сада, мы читаем следующее. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за потопки дрон, где был сад, в котором вошел сам и ученики Его. Знал это место Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отрях воинов, служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями с светильниками и оружием. Иисус зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали Иисус с назарями. Иисус говорит им, это я. И шестой стих. Когда сказал это я, они отступили назад и пали на землю. Заметим, что здесь сказано о том, что приходят с оружием первосвященники, фарисеи, с оружием, то есть вооруженный отряд. И когда они спрашивают, где Христос спрашивает, кого ищете? Они говорят, Иисус падают. Почему это они падают? Что с ними припадок случился? Чего это испугались вооруженные люди, когда к ним навстречу идет изнеможденный, мы знаем, после гефсиманского моления Господь наш Иисус Христос. Они упали по той причине, падают первосвященники и фарисеи, что он им говорит о том, что он Иегова. Если мы с вами возьмем книгу Исхода, которую только сейчас говорили, 3.14, и Евангелие Таана, 18.6, и посмотрим перевод Септуагинты, и здесь греческий оригинал, то мы с вами увидим, что и там, и там стоит Игоеми, Я, Есмь и Егова. Двумя словами 70-толковников перевели, Игоеми, Я, Есмь, тот, кто Есмь. И Христос здесь о себе говорит, Игоеми. Он, по сути, говорит, Я и Егова. Поэтому они и падают. Почему? Потому что первосвященники боялись нарушить, произносить третью заповедь Закона Моисея. Они боялись произнести имя Господа Бога напрасно, чтобы не быть наказанными. И поэтому они произносили шепотом. Когда они слышат это имя, то они падают. А почему падают воины? Ну, у воинов какая реакция? Если кто-то пригнулся, значит, что-то там летит. Они тоже падают вместе с ними. Поэтому Христос это кто? Господь наш. Это самый честный человек или самозванец? Как представить себе, что идет к нам кто-нибудь сюда в аудиторию и скажет, так нужна помощь человеку и серьезная? То есть, кто он? Как он мог присваивать себе имя Его? Это вопрос очень важный. Можно рассматривать и другие заблуждения, касающиеся их переливания крови и сказать о том, что в Священном Писании и Ветхого Завета есть три понимания души. Нефеш, Нешама и Руах. Я не буду сейчас в подробности входить. Просто скажу, что слово Нефеш по отношению к человеку практически никогда не употребляется. Только к человеческой душе, к внутреннему духу, состоянии. Только употребляется Нешама, а Нефеш употребляется к человеку как просто и душа, и тело. А вот Нефеш, что жизнь животных в крови, она употребляется часто к животным. И это означает следующее, что если животное истекает кровью, то жизнь, в общем-то, животного и заканчивается. Но на основании этого, как мы знаем, Свети и Голд делают целый вывод, что запрещается переливание крови. Я знаю, по своему опыту очень много трагедий, людей, когда попадала целая семья в аварию, и свидетельство запретили. Там старейшина сидела в операционной, запретила переливать кровь, и, в общем-то, ребенок умер. Прошло пять лет, эта семья, они сегодня православные люди, прошло пять лет, и они поменяли свою доктрину. Кровь также запрещают, а вот замените кровь, разрешают. И отец говорил, отец сказал, что же вы дали моему ребенку без покаяния умереть. То есть, он пришел к нему по старой памяти и предъявил такую хотя бы словесную претензию, но это было его право. Итак, вот такой примерный фон спиритизма, мормоны, адвентисты, свидетели Иеговы, назначение дат в конце света, заблуждение вопросов христологии, тринитологии и других. И вот на этом фоне появляется и третья волна, самая опасная в общем-то в некой мере это так называемое харизматическое движение. В 1901 году организатор этого движения Чарльз Пархом в городе Топика, штат Канзас, на улице Азуза в Лос-Анджелесе было великое пробуждение. Что там произошло? Чарльз Пархом начал читать книги священного писания «Деяния апостолов» и задался себе вопросом, задался себе вопросом, что «Почему нет таких чудес, которые были в апостольские времена?» И ответ он нашел в следующем, что «Нет крещения Святым Духом». И он был прав. Если бы только ему надо было обратиться за этим ответом к Русской Православной Церкви, которая была тогда за рубежом, и миссия наша там была, если по годам посмотреть, по-моему, даже тогда епископ Тихон, будучи Петриаром, возглавлял, ну, как-то вот не дошел он, понадеялся на себя, опять на свое понимание священного писания, и начал говорить, что у нас нет Духа Святого, правильно, апостольской преемности нет, Духа Святого нет, поэтому каких, можно говорить, знамених, истинных знамених и чудеса. И тогда он сказал, что надо на кого-то возложить руки, и потом увидел, что, оказывается, когда апостолы получали, как он считал, крещение Святым Духом, то они начали говорить на иных языках, и они начали по-своему понимать природу этих иных языков. Иные языки – это действительно языки иностранные, потому что они были даны для того, чтобы, как сказано в «Деяниях апостолов», мы посмотрим эти тексты, чтобы провещевать, то есть, чтобы проповедовать, то, что Христос заповедовал перед своим вознесением, своим апостолом в книге «Деяниях апостолов», 1 глава 8 стих, где сказано о том, что он сказал «Будете мне свидетелями», Христос говорит своим ученикам, «даже до края земли». Христос Спасителя говорит о том, что не вы меня избрали, а я вас избрал, как мы помним, он избирает себе 12 апостолов, и они находятся в Иерусалиме, и там получают крещение Святым Духом, и начинают говорить на иностранных языках. Но здесь ситуация совсем выглядит иначе. Некая его студентка, у него был также библейский кружок, она Озман, Агнес Озман, насколько помню, так, по-моему, да, именно так, она говорит о том, что кто-то должен возложить на кого-то руки, может быть, это и проявится. И тогда, ну кто? Пархом. Пархом начал возлагать руки, на нее возложил, на первое, и все это происходило в канун 1901 года, то есть 31 декабря. Я не знаю, чем занимаются в Америке 31 декабря, но думаю, примерно тем же, чем и наши обычные обыватели, они там провожают с начала Нового года, потом там встречают, потом еще раз, там некоторые, говорят, до встречи не досиживают, да, уже проводами настолько увлекаются, не знаю, было ли у них там это, можно только предположить, но когда на нее Пархом изложил руки, она начала произносить, из нее начали вылетать какие-то нечленораздельные звуки. И они сказали, вот это и есть незнакомые языки, вот они, новые языки, вот это абракадабра там совершенно непонятное, и это движение так сильно распространилось, что даже миссионеры, которые были из разных других конфессий, они приезжали тогда в Америку для того, чтобы познакомиться с этим движением. Был таких, так называем, с этим явлением, так называемых три волны Пятьдесятчества, 1900 был некий Сеймур, который объявил, что кто не крещен Святым Духом, то есть по их понятию, то есть если не заговорил на этой абракадабре, значит человек не крещен Святым Духом, и надежды на спасение у него получается нет никакой, так заявил в 1906 году продолжатель этого движения Сеймур. В дальнейшем было множество последователей, например, такой, как Вильсфорд. Вильсфорд, например, если говорить о том, что это за природа языков, то он на самом деле считал, что и его последователи в дальнейшем считал, что необходимо ученикам своим давал читать книги по шаманизму, вот Дэвид Деплеси, например, это его последователи, и он говорил о том, что он был священник-эпископал, Дэвид Деплеси, он говорил о том, что книги по шаманизму дают им больше духовности, той самой духовности, которой обладал сам Иисус Христос. В Дэвид Деплеси, его даже звали мистер Пятидесятница, в 1968 году выступил на Всемирном Совете Церквей в городе Упсала, где начал, заговорил на языках и начал проповедовать вот это крещение Святым Духом, и в 1975 году в Риме прошел второй международный конгресс католического харизматического движения обновления. Сегодня по всему миру существует примерно более пятисот общин, различных пятисот общин, которые так и называются римокатолические харизматические церкви. Тариево-католицизм просто захлестнул эта волна после Всемирного Совета Церквей, волна именно этого лже-харизматизма. Они ставят как собираются их конгрессы и они ставят перед собой главную задачу это да, вот, пожалуйста, по поводу того, что шаманизм, вот я нашел эту цитату, ясновидение, пишет, вот характерная цитата Келси, ясновидение, телепатия, знание наперед событий, будущее, психокинез, исцеление, наблюдение в жизнь многих религиозных лидеров, это есть род духа. Иисус был могучным человеком, он был сильнее всех шаманов, это писал Мерчелли Эляаде, мои студенты начинают понимать значение Иисуса лучше, когда читают книги Шаманизм, Мерчелли Эляаде, путешествие в Истлан, Карлс Кастанеды, это в точности тот же род психосилы, сверхъестественной силы, силы, которой владеет и сам Иисус, вот так, ну я не знаю, нужно тут что-то, навряд ли что-то нужно комментировать, что интересно, что главной своей задачей они ставят проникновение в традиционные религии, это у них получилось очень хорошо с ремокатолицизмом, там целые движения есть внутри ремокатолицизма, так называемое харизматическое движение, обновление, где люди голосят на этих языках, они падают и говорят, что вот это именно есть действительно крещение Святым Духом, в России их окрестили еще их проникновение было через Украину, через Крым, их тогда еще даже баптисты сами окрестили трясунами, действительно, когда они что-то говорят, они трясутся, если кто-то видел видео, падают в конвульсиях, там вот так они говорят в непонятных языках, так якобы они получают крещение Святым Духом. Это проникновение было харизматизма, попытка проникновения было и в Русскую Православную Церковь, к сожалению, так получилось, что и Русская Православная Церковь не обладает таким абсолютно иммунитетом проникновения этих лже-харизматизма. Если кто-то помнит, в 2005 году была такая программа Альфа-курс, которая всячески внедрялась тогда, не совсем разобравшись с этой методикой, зачем-то начали далее зеленый свет в наше учебное заведение. Я просто видел это все, как это все происходило, и на мой взгляд, я не настаиваю, но на мой взгляд, мягко говоря, упразднился миссионерский факультет в Сеотехскому институту, где действительно эта программа очень развивалась. Там поставили главу известного игумена на тот момент и Евмения Перестова, который потом был запрещен в священнослужители. Сейчас, насколько я вижу, на просторах интернет, он дает какие-то психологические консультирования. действительно там была подмена богословия психологии, что просто на этот факультет пришел какой-то год и пришел поступать всего один человек. Люди, слава Богу, да, так разбираются, что и как. Они ездили на такие, так называемые, уикенды Святого Духа, вместе совершали молитвы, Евмений причащал людей, мирян, харизматов из этих сект, роса и слова жизни у себя в алтаре у пасторов. Ну, два года на это все смотрели, ну, слава Богу, разобрались и все это прикрыли, запретили. Но, тем не менее, очень многие люди внутри православной церкви попали под влияние. Ездили на уикенды Святого Духа, где их там кормили, как они говорили, нужно ловить так благодать, чтобы тебя торкнуло Святым Духом. Это все их выражения, да. И, тем не менее, как я уже сказал, многие люди попали под это влияние внутри, как бы, церкви. Получилось так, что 104 человека нам пришлось присоединять внутри церкви, которые уже заголосили этими гласолариями. То есть, стали говорить на этих никому непонятных языках. Когда мы пришли к священноначалью, тогда, к первому векарю, стихи, патриарха, в то время, то он сказал, надо взять с них письменное объяснение, что там действительно было. Они все говорят, что они говорят на этих языках, трясутся, падают, тем самым считают, что они получают благодать святого духа. И тогда было сказано, что их надо присоединять к русско-православной церкви. То есть, вот такой вот курьез произошел, то есть, люди внутри церкви отпали от церкви. А сегодня можно слышать, что, по моим данным, да, и в некоторых епархиях есть такая тенденция возвращения к этому альфу-курсу и возвращения к пониманию именно поведения таких евангельских школ или кружков, с психологическими такими элементами, что очень опасно понимать Священное Писание с таким психосоматическим истолкованием. 19 правил Трульского собора никто не отменял. Это голос Святого Духа сказано, никто не может истолковывать Священное Писание, кроме каковы истолковывали отцы и учителя церкви. Но, чтобы не быть голословным, все-таки надо хотя бы сделать краткий обзор, в чем здесь ошибка харизмата в понимании Святого Духа и Крещения Святым Духом. Часто, когда если мы встретимся с ними или православный миссионер или обычный человек, то они покажут Евангелие от Марка 16-17. Здесь сказано, уверши будут сопровождать сей знамени, именем Маим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Часто они улавливают человека такого неофита, не утвержденного в православном восповедании и спрашивают, а вы говорите новыми языками? Человек растеривается, я не знаю, а вот Спаситель сказал, что надо говорить новыми языками. Но на самом деле, если внимательно читать здесь 16 главу, то надо читать немного выше. Здесь сказано о том, что Христос явился 11 ученикам и дал им это пророчество. То есть не 12, мы знаем, что 12 вместо Иуды из кариота, который отпал от чести быть среди апостолов, был избран другой, Матфий. Более подробно эти события описывает в Деянии апостолов Евангелист Лука. Евангелист Лука в книге Деяниях апостолов в первой главе, в первую и вторую главе он восьмой стих, который мы уже говорили, пишет «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями». То есть здесь описывается то же самое событие и Спаситель здесь общается с 11, но только после его вознесения, как мы знаем, здесь можно дальше прочитать, избирается 12. Поэтому там в Евангелии от Марка он говорит 11 ученикам, что они будут говорить новыми языками. Почему это важно? Здесь важно просто проследить хронологически, то есть это событие уже состоялось. Здесь такая же путаница, как и в Адвентисту седьмого дня 2300 вечера, утром, между прочим, это использовали и свидетели Икова 2300 вечеров, утром, там в другом только контексте, всегда будет возникать путаница тогда, когда люди пренебрегают чтением Священного Писания, встолковании, то есть в Духе Святом, встолковании отцов церкви. И вот это событие, оно действительно исполнилось. Как сказано, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это вторая глава с первого стиха. Внезапно сделался шум с неба, как от несущего сильного ветра, и наполнилось дом, где они находились. И вели всем разделяющие языки, как бы огненные, почили по каждому одному из них. Исполнились Святаго Духа, начали говорить на иных языках. Видим, там на новых, здесь на иных. И в Иерусалиме находились люди набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение. Каждый слышал их, внимание, каждый слышал их, говорящих его на речи. То есть, люди понимали, это не было абра-кадамра. Все слышали, люди других национальностей, свое на речи, то есть, свои языки, даже на речи. И все изюмлялись и дивились, и говорили между собой. Все говорящие, не все ли галияне, то есть, по внешнему виду это люди не принадлежащие к их народу. А тогда эта градация была более такая четкая. Не внешность, а одежда. Как же мы слышим каждую собственную речь, в которой мы родились? И дальше перечисляется, какие языки, на каких языках заговорили апостолы, чтобы исполнить заповедь спасителя, и дети научить, и даже на крае земли. Парфяне, Медяне, Илламиты, жители Месопотамии, иудеи, Копотовки, ипонта, Асии, Фриги, Памфилия, Египтичатая, Ливия, приезжающая к Иерине, пришедшая из Рима, иудеи, празелиты. Одиннадцатый стих, внимательно, внимание. Критяне, аравитяне, слышим мы их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Все они понимали. О великих делах Божьих говорили апостолы, получили дар, удивительный дар, дар своего духа, дар этих языков. Все было так просто. Если бы не был еще один текст, который часто мистифицирует последователей харизматизма, это 1 Коринфянам, 14 глава. 1 Коринфянам, 14 глава, где сказано, второй стих, «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». И когда этот стих произносится, то иногда православный человек, опять же, неутвержденный и не читающий Священное Писание в свете отцов, он приходит в некий ступор. Ага, тайна, значит, есть какая-то тайна. Они говорят, что эти иностранные языки, это иностранные языки, а есть еще вот тайные языки, вот эти вот как раз Абракадабра, да, кстати, вот когда шаманы, они впадают в состояние камлани, слияние, там, под бубен, да, и шаману, известно, чтобы впасть в это состояние камлани, он выпивает бутылку, там, водки, ну, или, может, каких-то гальцогенов еще съесть, чтобы отключить разум. Кстати, последователи харизматических движений тоже предлагают, я вот лично встречался с Игуминым Евменем трижды, и в разных ситуациях, и один раз, один на один, и где они мне предлагали отключить разум, я говорю, подождите, есть такое понятие умное трезвение, они говорят, если ты разум не отключишь, и мне хотели как-то обратить, они знают, что я тогда уже был преподавателем в семинаре, чтобы просочиться через людей вот со своими этими лжеучениями, я им говорил о том, что есть такое понятие, как трезвый ум, трезвое делание, ум, святитель Игнатий пишет, ум у корабля, там, ссылался на разных отцов, и они мне говорили, а кто такой там, Авдорофей, кто такой, святитель Игнатий, я им говорю, я не знаю, кто вы, да, но я знаю, кто такие Авдорофей, кто такой, святитель Игнатий, по крайней мере, знакомств с их трудами. И вот здесь сказано, и кто говорит на незнакомом языке, что якобы это какой-то тайный язык, и этот стих всячески министифицируется. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, вкратце обратимся к историческому контексту, очень кратко. Исторический контекст. Что такое город Каринф? Город Каринф это портовый город, и именно там, в этом городе, был впервые прототип железной дороги. Это перешейк между Игейскими и Ионическими морями 6,5 километров. Удобно очень. Корабли подходят сюда, ждут товары, может, неделю, может, месяц. Перевезли товары сюда, не надо плывать, ветер ловить, посмотрите по карте. И город большой миграции. Этот город был очень богатый. Только Афина, может быть, как-то еще столица соперничала. И в этом городе каждый человек должен был знать по несколько языков. От 8 и более языков. 8, 10, 15 языков. Как вот разные энциклопедии говорят по-разному. Житель Коринфа знал несколько, десятка языков точно. Для чего? Чтобы совершать торговые сделки. Чтобы не обманули, надо знать язык. Сколько стоит там, свежий ли товар, откуда привезен и прочие вещи. И вот, когда апостол Павел в этом стратегическом месте создает общину, понятно, стратегическую, что люди разъезжаются по всем концам портовый город несут благою весть о Христе распятым воскрешу. И вот, когда апостол Павел создает там общину коринфян, то по своему неофитству многие коринфяне, приходя в церковные собрания, они слышали о том, что в день Пьедесятницы на апостол сошел Дух Святой и они заговорили на иностранных языках. И свое знание иностранных языков, естественное знание иностранных языков, они стали выдавать за сверхъестественное. Опять же скажу, по своему такого вот неофитству и соперничеству. Олимпиад там проводились, а всякое состязание такое внешнее, оно порождает по неофитству, когда люди приходят в христианство и принимают Спасителя, становятся воцерковленными, но не в полной мере. Также этот Дух еще присутствует в человеке. И вот они начали выдавать естественное знание иностранных языков за сверхъестественное. Поэтому апостол Павел во всей 14 главе, то есть представьте, что там, он их предупреждает и осуждает за это, но очень мягко. Да, представьте себе, приходит человек, например, собрание, одно предложение начинает проповедовать на английском, другое на немецком, третье на японском, пятое на китайском. Что, больше что-нибудь понятное? Нет, это будет какофония. Мне ничего не ясно. А точно так же они поступали. Поэтому апостол Павел, он говорит, лучше сказать несколько слов на понятном языке, чем тьму на непонятном. Он говорит, я сам говорю языками, то есть иностранными, но хочу несколько слов сказать. И как войдет, говорит, к вам простолюдин в этой 14 главе и скажет аминь. То есть человек, кто такой простолюдин? Тот, кто не знает языков. Поэтому не надо мистифицировать этот текст. Этот текст говорит о том, что если человек будет на иностранном языке обращаться к Богу, предположим, в молитве, то Бог его поймет? Тайну. Да. А люди, сейчас скажем, к нам сюда в студию, войдет китайцы, начнут читать «Отче наш» по-китайски. Мы поймем его, если китайского не знаем? Нет. А Бог его поймет? Да. Вот и все. То есть он на своем языке тайным будет общаться с Богом, если он этот язык знает. Апостол Павел, когда перечисляет дары, о дарах духовных, он начинает говорить в 12 главе этого же послания к Коринфянам, в 12 главе, он языки иностранные как дар ставит на последнее место. И не случайно. Потому что никак харизматы говорят о том, что вот это самое главное. Служение, говорит, 12.5. Служение различное, Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же. Продящийся во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другого слова знания, иному вера, иному исцеление, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки. Пожалуйста. И дальше, на последнее место ставит. И дальше, в конце этой главе, также он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дар исцеления, все ли говорят языками. Опять на последнее место. Если бы это было важно, что дар святого Духа, то есть говорение хотя бы даже на иностранных языках, как дар, первично, наверное, апостол Павел поставил на первое место. И потом он дальше говорит о том, что «достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно чтобы проповедовать, пророчествовать». Слово «пророчествовать» — оно равносильно слово «проповедовать» — «благою весть о Христе распятом и воскрешем». Также я бы хотел сказать о том, что эти движения проникали и в Русскую Православную Церковь, и эти проникновения, в общем-то, они в той или иной мере продолжаются. Ну вот, я как человек церковнослужитель, я это не открываю на камеру, но говорю, что есть множество предупреждений православных архиереев. Это и митрополит Варсонофий в своё время предупреждал, что есть такой центр здоровья молодёжи, скрывается секта Церковь Бога, которые проникают, вот я знаю, что и сегодня со времён этапов различные школы под разными предлогами. Они говорят о том, что они якобы православно ориентированные социальные программы. Также предупреждают о том, что есть центры реабилитационные, где они якобы предлагают свои услуги, там, помощи алкоголикам, наркозависимым. И вот, например, Владыка Варсонофий пишет также, что есть фонд «Центр здоровья молодёжи» и фонд «Во имя Архангела Михаила». Сотрудничество с ними, вот здесь даже подчёркнуто, не благословляется. Потому что, вот о чём я говорил, то есть, Владыка Исидор, вот Саша Всенебесный, также он предупреждал о том, что, митрополит Екатерина Адарский, что «Центр молодёжи и здоровья» и «Центр с фондом «Во имя Архангела Михаила» также подчёркнуто, не благословляется. Да, «Новосибирская митрополия», также Владыка Новосибирский пишет, да, вот с настоятельным приходом обращается, что в связи с этим сотрудничество, с чем в связи с настоящим, сообщают, что в Новосибирске на территории Новосибирской области активно развивает свою деятельность неохаризматическая организация «Церковь здоровья молодёжи», те связаны с неохаризматической сектой «Царство Бога», пытаясь заручиться государственной поддержкой, эта организация позиционируется как православно-ориентированная или даже православная, то есть они врут. Но это и неудивительно, потому что харизматическое направление сложно назвать христианским, это, по сути, уже оккультизм такой, мимикрия под христианство. И так он здесь заключает, что не благословляет сотрудничество. Владыка Пантелеймон, кстати, социальный отдел, также пишет предупреждение о том, что очень осторожно быть с этими фондами. Он обращается к председателю молодёжного отдела во имя Архангела Гавриила. Долгое время не имело поддержки Русской Православной Церкви. Владыка так мягко, но тем не менее, очень предупредительно, назидательно говорит об этом. Поэтому будем, братья и сёстры, очень внимательными. Как я сказал уже и в самом начале, что Церковь не преследует такую цель, что как-то физически, не дай бог, или юридически уничтожать те или иные направления. Но, снова повторю, предупреждён, значит, вооружён. И если человек уже попал в ту или иную сектантскую организацию, то, зная те или иные, хотя бы кратко, заблуждения, мы можем в какой-то мере сделать эту попытку помочь человеку выйти из той или иной секты. Итак, сегодня мы с вами очень кратко, понятно, что это не кратко по времени, но по материалу очень кратко рассмотрели тот религиозный фон, который был в Соединённых Штатах Америки в XIX веке. И, в общем-то, все эти организации, почему я накоснулся именно эти организации, так или иначе, они в той или иной мере, скажем, повлияли на составляющую, повреждённость духовного состояния и некоторых наших сограждан. Зная, снова повторю, это не по книжкам и не по наслышке, а непосредственно провожу приём людей от Павших от Православия, люди, которые находились в этих организациях, им было непросто, скажем так, если так выразится, духовно адаптироваться, нужно было очень много переосмыслить, и, конечно же, без покаяния такое переосмысление было невозможно. Но у нас радости о них, слава Богу, что они покаялись, а тем, кто ещё находится в этих религиозных заблуждениях, зная, к чему это всё приводит, видя, какие последствия и как это отражается на людях, будем их по мере своих сил и по мере возможности на своём уровне предостерегать. Потому что, как сказано, кто а с ближним не печётся, тот хуже неверного отрёкся от веры. И будем помнить слова апостола Якова, который даже нас призывает к этому деланию и пишет следующее. «Братья, если кто уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасёт душу от смерти и покроет множество грехов». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok